Ребята, ребятушки, всем привет! Вы снова на канале Roman Go На канале, на котором я рассказываю про рынок японских автомобилей Про рынок Дальнего Востока Про разные ласточки Вот, например, про такой экземпляр Toyota Aqua 2019 года, гибридная Сегодня я расскажу подробно про нее Но видос, как всегда, будет состоять из нескольких частей Я покажу вам, как я переезжал на Дальний Восток Напомню, что я родился и вырос в Сибири И вот, ближе к 40 годам я решил пожить на Дальнем Востоке Почему бы и нет? Смотрите, вот с такими малышками, просто с огромным удовольствием Так вот, помимо всего про эту машину Состояние, цена, сколько она ехала из Японии Я только-только ее забрал с таможни, эту машину Как всегда, ничего не делал Заехал на мойку, чуть помыл, чтобы вам, вашему глазу, ребят Мои подписчики дорогие, приятно было смотреть вообще на всю эту красоту И все, и тут же, включая видеокамеру, начинаю снимать Покажу, как я переезжал Покажу еще несколько машин, которые для своих подписчиков я из Японии привез Уже не на картинках, как говорится, а реальные машины Где я залазю под днище, вы знаете, да, я люблю все вот эти моменты, все полностью И под капот прямо залезть туда поглубже, и днище посмотреть, все показать, все как есть В том числе и по срокам рассказываю, потому что сроки одни были Сейчас сроки чуть-чуть другие, каждую машину я буду говорить, что и как получилось Чуть-чуть у нас варьируется вот так вот, да Я, допустим, когда планирую какие-то покупки в Японии, я отталкиваюсь от сегодняшних условий То есть курсы валют, условия, сроки и так далее Вот, потому что, как говорил классик Сегодня, в завтрашний день, не только лишь все могут заглянуть, правильно? Ну что, ребят, я смотрю, все расселись, все нормально Устраивайтесь поудобнее Чаек, кофеек, пельмешки, все приветствуется Приятного просмотра Ну что, у нас сегодня грандиозное событие Приехал подписчик Сергей из Москвы Первый, так сказать, выданный автомобиль сегодня будет вот этого черного Фрида Точнее, он даже по ПТС не черный, а какой-то темно-фиолетовый, что ли Я его показывал уже, днище там, салон, все это показывал в прошлом видео Вы прям сегодня стартуете? В путешествие? Да, я думаю, может быть, завтра сутрится Ну вот, значит, скоро этот Фрид в Москву отправится А потом, я так понимаю, и в Крым, да? Ну, может быть, да Вот, то есть, из Японии он по Японии катался и даже не представлял, что его ждет Россия, Москва, Крым Кабрюль тоже стоит Выполняет свои функции исправно Вот получается, 28 апреля у нас купилась эта машина в Японии Сегодня у нас 25 мая, но он уже здесь сколько? За 5 дней заплатили, да? 5 дней он уже здесь готовый Вот Это да, быстро прям 15-го, да, я написал, что пришел? Ну, вообще круто получилось И что флешка на месте, там, вон, висит на зеркале флешка И то, что два ключа Ни скоммуниздил никто ни ключи, ничего Вот это прям радует Люди приехали Покупать Говорят, это Щуп, достали, масло свежее Говорят, это Ну, мы еще, наверное, покатаемся Говорят, вы лучше поменяйте Чтобы в Японии долго ехал Японская, оригинальная Я надеюсь, сейчас это Со скорейшей продажей И возвращаетесь К нам на Дальний Восток Ничего себе, Сергей говорит Памперсы Здесь 700 рублей японские В Москве 3 тысячи Вот Бизнес-проект Можно под крышу забить, да? Да, так там 3 тысячи стоят Они же не японские Написаны, надо им японские А, там еще и подделка может быть, да? Ну, думаю, что они, ну, типа Какие-то немножко Ну, вы как, под крышу будете забивать? Или себе только? 6 патчей, 8 Ага, все, давайте, счастливо Ребята, а теперь про переезд Как я переезжал на Дальний Восток Из Сибири Из Новосибирского В Владивосток Сейчас Сейчас вот, собственно Вы уже начинаете видеть, как я переезжал Я долго думал, как это осуществить Думал и фургон какой-то купить И на нем перегон, как бы, из Сибири В Владивосток совершить То есть с вещами, со всеми коробками Со всем скрабом Потом рассматривал и транспортные компании всякие И там, ну, вообще с деки там Ну, много всяких, да, вариантов Но существует же братство Роман Гоу И вот Вячеслав, подписчик с радостью Согласился мне помочь На таком вот автомобиле На скамеечке Новосибирский регион Ничего себе здесь, как будто ничего и нету Вот, пожалуйста, здесь все накоплено непосильным трудом Три магнитофона Импортных, два парсигара Куртка замшевая Все, в общем, все вещички Вот таким образом я переехал Прямо огромное спасибо Но я тоже, как бы, спасибо, как говорится, не дзинькает Вот Вячеславу предложил Привезти машину из Японии Организовать таможенное оформление Перевозку из Японии Полностью, в общем, все мероприятия То есть совершенно без возмездно Вот так работает братство Роман Гоу Ничего себе, это специальная нычка такая, да? Такие здесь зажимы А, или их хоть куда можно ставить, да? Круто, вообще Уровень прям Вот оно Нормально, нормально Итак, ребята Тойота Аква 4 балла 105 тысяч пробег Есть на данном экземпляре Он по низу рынка будет продаваться Или даже чуть ниже Как, ну, всегда Как я люблю Как вы все любите, да? Но есть, опять же, компромиссы Аукцион строгий Тойотовский был И есть несколько крашенных элементов По этой машине Также посмотрим толщиномером Все, вам покажу Что крашено Как крашено Ну, я вот так вот Пока взглядом, да? Вообще То есть, смотрите Наплывчик оригинальный Вот этот Тойотовский По краю Взглядом, знаете Вообще Ничего не видно Не знаю Надеюсь Надеюсь Японцы меня обманули Бывают, знаете Обманывают Я уже какую-то машину показывал Кажется, кабриолет мой Обманывают, блин Ну, либо так красят Что прям Не знаю Как вот на заводе По срокам, ребят 20.04. я ее выиграл И 20 какого 25.04. я ее забрал В таможню Получается Чуть-чуть Больше месяца Совсем Буквально Там на пару дней Ну Я скажу, что Не всегда так получается Сейчас Итак, 19-й год У нас по аукциону Вот это крыло Заменено было И получается Крашенные элементы Пошли Дверь В1 Дверь В2 Крыло Крылоска Точнее Вот эта маленькая В2 И Крыша В1 В1 Это вообще Завод Завод Напомню Аукцион Это у нас Тойота Чибу Вот посмотрим А3 Получается На капоте Сразу Посмотрим Что за А3 А3 Где-то я здесь видел Да А3 Вот она Царапина Сейчас какую Показать Вот она Царапина Ну она прям такая Знаете Это вообще мелочи Это вообще ерунда Даже это Ну только под микроскопом Вы увидите Резина Как всегда Смотрите Просто по локоть Можно руку засунуть Туда Жирная Всесезонная Резина Аутсайд Инсайд 185 на 60 На 15 И какого же она Года 22 года Блин Ребят По Косяки Косяки Есть по колпакам Сразу Отмечаю Такой момент По аркам Допустим Вот такая Ситуация Да Пока не сильно Стемнело Уже вечереет Завтра ливень На прошлой неделе Был ливняк Вообще жесткий В субботу Вот на это На этой неделе В воскресенье Завтра обещают Ливень Поэтому я сегодня Под вечер Прям Для вас пеку Видосик Сразу Камерка Есть С камеркой Позвонить можно Смотрим Под машину Под машиной Как всегда Блин Даже глушитель Канольма Ноль Вообще Полнейший Еще где я Косячок Видел Вот здесь На пороге Вот здесь На пороге Вот он Видите Какой-то Розовый Косячок Это у нас Б2 Отметка В аукционном Листе Б2 А есть Еще на двери Б3 Подождите Б3 Это жестко Вот здесь Вижу Небольшие Царапки Царапки Марапки А Вот она Вмятинка Есть Ну Блин И вот Ребята Вот разные Аукционы Помните Голубую Стрелу Аукцион ЖУ Двоечка Была Там просто Ну Чуть Видно Что на парковке Где-то Задели Но все равно Гораздо Глубже Было Все Здесь Вот оно Смотрите Тройка Смотрите Тойотовский Аукцион Ну Вообще Вот если бы я в аукционник не заглянул Я бы вот это даже не увидел Так Ну что По коцкам разобрались Сейчас берем наш Волшебный прибор И начнем проверочку Начнем Ну С некрашенных Да Элементов Чтобы потом перейти на крашенные Так 55 64 55 75 Ну ладно Крыша 44 Подождите 53 51 52 Вот видите Это гибрид Он То заводится То глохнет 72 Арочка 47 Здесь 52 52 51 43 52 52 52 Вот да Вот здесь вот арка крашенная Вот смотрите Здесь у нас Миллиметр То есть это даже уже Шпаклевка считается Слоем Слоем Тоненьким слоем Как на масле-то на хлебушек Мажем да Тоненьким да сделали Так Здесь 83 111 103 Ну да В два раза получается Больше слой 84 78 54 А Ну это уже Замененный Элемент И здесь 72 Капотик у нас 70 70 Такая в общем ребят Ситуация Ну все Вообще К 0 Маноль Ну единственная Вот Миллиметровая история Вот здесь Да Но Я говорю Какие-то компромиссы Должны быть Если бы она была целая Как яичко Цена вообще другая была И в Японии И здесь Вот Напишите Что бы вы выбрали Допустим На Сколько-то Тысяч Рублей На много Как яичко И трястись над ней Или вот Допустим Такой вариант Да блин Тачка-то вообще Смотрите она Глазки какие у нее Смотрите Вот гибридная установка Я на ней Ребят поездил Я вспомнил Добрым словом Свой Вокси Ну реально Классная тачка Вокси Вот я первый купил Гибрид Когда я прям Без ума От него был А этот Тот же Вокси Только он ест В два раза Ровно меньше Ну посмотрите Она же малютка Она малышка То есть на филдерах Она едет Кстати хорошо На филдерах Такие же моторы Стоят Вот эти гибридные Гибрид Рынок Японские Японские Людям можно верить Покупаем по двум По трем фотографиям Постоянно Вот качество 0,3 мегапикселя Вообще Но Ребята Вот просто Аукционный лист Он Творит чудеса По нему Можно оценить Достойность Состояния Автомобиля Ну тут смотрим Все канолевое Все беленькое Чистенькое Пробег Напоминаю 105 тысяч Обкатка Только-только Пройдена 5 тысяч Километров Назад То есть У этой машинки История Только начинается По модели Покажу сейчас Ну в принципе Вот до суда Это наверное Как Toyota Corolla Ну как тот же Филдер Кто на чем Кто на лесопедах Рассекает Смотрите До суда идет Королла Ну тут же Для западной Части России Вот Toyota Corolla Или Для нашей Восточной Филдер Здесь вот все Уже идет История Гораздо короче Вот видите Машина стоит Запущенная Все это время Вот она Решила Кстати пришла С севшим Аккумулятором Багажный отсек Такой вид имеет Кстати он Не самый-то и маленький Багажный отсек Знаете Я думал он меньше Он вот здесь Вот он кажется Вообще Как будто Ну вот он Да Чуть-чуть Вообще 15 сантиметров А здесь Смотрите Можно В принципе Здесь и запаску Разместить Если все Вот эти ништяки Убрать Японские Да Как всегда Оцениваем Состояние Да И наличие О Парктроник Пищит Вон он Ругается Парктроники Стоят Датчики Или для кого Угодно Я могу назвать Их Сонары Вот Раз Два Два штуки Только и все Хотя бы Нормально 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 Стал Смотреться В Доресте Вот эта Часть Мне не нравилась Вообще Ну и здесь Конечно Глазки Они тоже Красивые Сделали Намного Четче Стало Машина Смотреться Вот В дорестайлинге Конечно Все это Проще Выглядело Ребята Инженеры Тойота Они работают Вообще На славу Ну и вот Багажное Деление Кстати Что здесь Вот так Здесь ложится Седуха Одна Вот так Здесь вторая Ложится Вот видите Сегодня у нас Вечерний Так Закроем Дикари Ребята Дикари Видели Ё-моё Короче Вот так Все ложится Это кстати Любимая машина Таксистов Во Владивостоке Кто не знает Так Задний ряд Вот И одно положение Имеет То есть Регулировки Никакой нет Ремень укладывается Ремни у нас Какого года Ремни у нас 19-го года Значок Гибрид Все дела Но я говорю На колпаках На колпаках Царапок Вот много А так Я прям доволен Состоянием Знаете Вот когда смотришь Этот аукционник Ну Блин Просто Судороги Сводят Ноги сразу Судороги Впадают А по тачке Вообще Не скажешь Даже Вот пожалуйста Заглянем В салон Отделка Сидений Черно-синяя Ткань Причем С таким Узорчиком Темно Блин Уже Становится Здесь Лак Ребята Плохая новость Спать на перегоне Не получится Здесь нормально Ну Как помните Филдера Игнал Тоже Я все Причитал Почему Здесь еще Хуже Здесь Вообще Она не ложится Вот Видите Она вот так Вот Все В том В том же Кейкаре Намного Удобнее Спать На перегоне Свет Значит Светодиодный Не знаю Это так Ориджинал Или Японец Заморочился Руль Смотрите Руль Резиновый В моей Комплектации Это Эско Но Уже Есть Эль Самая Она Простая Здесь Там Даже Кнопок Нет Там Совсем Все Смотрится Грустно Здесь Уже Лакированный Рулечек Кнопочки Смотрите Какие Тут еще Функции Есть Ну Вот Эта Функция Гибрида Ев Мод Эко Мод Это Звук Гибрида Отключается Это Курсовая Устойчивость Отключается Коробка Передач У нас Вот Такой Вид Имеет Красиво Так Сделано Гибридное Намек Что Тачка Гибридная Система ПРНДБ Все Как Обычно Здесь Подстаканники Вот Таким Образом Выполнены Дальше Тоже Бардачок Здесь Отсек Ну Понятно Стандартный Бардачок В дверях Кармашки Есть Вот Здесь Есть Такая Вот Две Ниши Такие Интересные Это Что У нас Повер Парктроник Который Пищит Зеркала Складываются Раскладываются Дальше Есть Контроль Полосы Контроль Сближения Автосвет Корректор Фар Выше Ниже Можно фары Регулировать Ну Здесь Стандартно Понятно Что Все Стеклоподъемники Вот Видите Лакировано Вот так Сделали Молодцы Что Здесь Значит Тоже Интересно Кстати Она Смотрите Мафон Только Розерия Пионер Стоит Блютуз Аудио Уже USB SD FM AUX Мафон Заряженный Здесь Тоже Все Лакировано Ну Понятно Климат Климатическая Установка Стандартная Там В рот В ноги Можно Переключать Все Вот Эти Кондиционер Можно Выключить Пока Не сильно Жарко Здесь У нас Электротабло Идет Показывается Скорость Кстати Показывает Что Дверь Закрыта Все Нормально Ну и Здесь Как На Воксе Вот Кстати Камера Заднего Вида Есть И Здесь Кнопками На руле Как раз Можно И Управлять Вот Видите Все Эти Функции Можно Листать Смотреть Куда Какая Энергия Идет Сколько Градусов Сколько Времени Сколько Вообще Чего Еще Есть Вот И В эту Сторону Можно Листать Ну тут Реально Да Тут Целый Мир Целый Мультимедийный Мир Это Тойота Аква Дарит Вот Знаете Я вот Смотрю И думаю Да Еще бы Ведовая Была бы Такая Вот Машина Был Вообще Цены Не Было Гибрид И Вд Именно Вот Такой Гибрид Тойотовский Я знаю Есть Хонда Допустим Гибридная Да Ведовая Они есть Но там Немножко Другая История Да Вот Здесь Мне Конкретно Кстати Вентилятор Поменьше Надо Сделать Здесь Вот Мне Конкретно Хочется Ребят Чтобы Ведовая Такая Машина Существовала Вообще Вот Прям Ну Не всем Это надо Но Допустим В том же Владивостоке Как Говорят Что Туманом Кстати Затянуло Все Как Говорят В том же Владивостоке Но Что Зимой ВД Как Вообще Очень Пригождается По сопкам Мы Кстати Сейчас Тоже На одной Из сопок Владивостока С вами Но Тачка Городская Не Особо Не Попутешествуешь Не Спишь Не Поживешь Помните В Кейкаре Черный Бриллиант В месяц В нем Жил Бирюзовый Халцедон Меньше Неделю На нем Ехал До Сибири Просто Как Дома Если Матрасик Кинешь Вообще Просто Дома Спишь Здесь Я не знаю Буква Зю На заднем Сидении Здесь Не знаю Буква Зю Наверное Как Конек Горбунек На заднем Сидении По езде Что могу Сказать Ну Опять же Такая Знаете Вот Сичар На прошлой Неделе Я показывал Мы Кстати С вами Ровно Неделю Не виделись Ребят Не забывайте Лайчинский Ставить Не забывайте Подписываться На канал Не забывайте Комментарии Писать В конце Видео Всех Жду Как всегда Так вот Неделю Назад Сичар Такая Добротная Тойотовская Свежая Тойотовская Вот Подвеска У нее Без Стучка Без Бричка Вот Мне нравится Вот это Машину Значит В порту Да С таможеном Пришлось Прикуривать Но зато Смотрите Больше полбака Бензина Вот Больше полбака Бензина Всегда приветствуется На Сичаре Повезло Здесь повезло Вообще На некоторых машинах Забираешь И там Сразу На заправку Не дыша А здесь Наоборот Я в лабораторию Когда отдавал машину Говорю Ребят Только не глушите ее Потому что Сейчас только что Прикурили Но сейчас я уже Прохватил Маленько прокатился Все Сейчас уже нормально Она Ну и заводится Сами знаете Гибрид Его заводишь И непонятно Я даже не знаю Как он действует Когда Аккумулятор севший То есть Как тут заводишь машину И все Она не заводится Она просто Молча Все Все экраны Загораются Все Тетенька Начинает Разговаривать Японской Все Тут непонятно Вот вот она Машина заведенная Сейчас Как вы поймете Просто что Шумочек небольшой От вентилятора От этого И все И здесь Не слушайте Это бодро Это наверное Как у меня На этом Я такую магнитолу Помните На этом На Велфайре Магнитола У меня такая же Была Тоже Вот такая Смотрите Графика Была Это мофон Кстати крутой Я купил Вот этот планшет Огромный Туда За червонец Где-то На Алиэкспресс И я продал Ее по моему Я посмотрел Там они по 15 Продаются За 10 Кажется Продал Ну просто Выставил Чтобы продать Там и все Вот Так что Мофон У нас заряженный Офигенный Тут планшет Не планирую ставить И многие Кстати да Замечания Мне делали Типа Рома Ты нормальный Мофон Снял Поставил Блин Не буду Говорить Что Ну не знаю По моему Там вообще Вкатил Этот планшет Я прям рад Ну и человек Доволен Тоже Который купил Ну просто Может быть Даже отчасти Там из-за планшета Купил Да Ну представляете 10 тысяч рублей Да И творят чудеса Когда машина Стоит там Под трешку По ценовой политике Ребят Как всегда По низу рынка 850 тысяч Я решил ее продавать В принципе После кабриолета Я кстати На кабриолете Знаете Как-то наездился И после кабриолета Намного комфортнее Я бы на такой Даже поездил Блин И вообще Нужна машина Постоянно Если машины продавать Нужна какая-то Своя машина Может посоветуйте Кто-нибудь Вот Прям экземпляр Прям Прям Кандидат На постоянную Городскую машину Ну или не знаю Может посоветуйте Что вы такого Владики Вроде хочется И что-то И выдовое И гибридное И для сопок Ну как бы Гибрид и летом И зимой Он для сопок То есть когда спускаешься Машина экономит энергию Да На заглохшей машине С сопок спускаешься ВД как бы Для зимы Ну я сам понимаю Сибири Сам понимаю Что ВД зимой Это приветствуется Вообще всегда Но тут зимой Помните Да я покаживал Тут на летней резине 90% В случае 90% Дней Можно просто налеть И двигаться Так что Может и без ВД Обойтись Но Что-то Что-то хочется Вот такое Знаете Интересное Жду ваших советов В комментариях И знаете Что хочу сказать Не об одной машине Из Японии Которую я купил Я еще не пожалел Вот у всех Есть свои Хорошие стороны И Как бы Приятно В принципе По своему Всеми пользоваться Допустим В том же Руми В нем можно спать Жить Он Тойотовская подвеска У него тоже комфортная Высокая крыша Да И цена Достаточно недорогая Ну вот цена Вот сравнимая Вот с этой Аквой Да Аква же Это ну На год свежее Получается Но она зато гибридная Полноценный гибрид Там литр Три цилиндра Здесь 4 котла Плюс гибридная Установка силовая Все по взрослому Все как на больших тачках То есть у всех Есть свои плюсы Свои минусы Ну как бы Я и заказываю Естественно Когда я покупаю Машину И играю на аукционе Я соответственно И схожу Как бы из здравого смысла Какой-то шлаг Не собираюсь брать Ну вот Тойота Аква Напишите В общем Своё мнение В комментариях Как вам Такая машина Вот рыбка Прям окунечек Серый Смотрите Вот она Ну блин Багажник Зато есть Те же таксисты Они пользуются машиной Им надо то чемодан Какой-то Всегда прям Это багаж Приветствуется В такси Туда Хоп Пару чемоданов Сюда влазит Чё ещё надо Плавник На крыше Имеется Чё ещё надо Ребят В общем Тачку я вам показал Ребят Ну а дальше Как говорится Гоу К следующим частям Видео А вот ребята Очередной Автомобиль Для моего Подписчика Михаила Это у нас Хонда Везель С пробегом 26 тысяч Километров Практически Новая Тачка Ру Один На Вариаторе Человек Именно Хотел И искали Именно На Вариаторе То есть Не гибрид Робот Видите Вот По стопорям Можно Это все Определить Машина Девятнадцатого Года Но пробег Вообще Мини 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 Как говорится Можно Убедиться Вот Сейчас Под капоточку Посмотрим Суппорта Тормозные Вся Внутрянка Все Все Канолевое Все Как мы Любим Резина Денлоп 215 60 16 У нас Девятнадцатого Года Ну то есть Ее Резина Которая С завода Шла Я так понимаю Вот такая Ситуация В арочках Искали 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 Мы Такой Автомобиль Но вот Никак Не могли Найти И вот Пришлось Пойти На компромисс Две Крашенные Детали Есть У этой Машины Но Вы Один То есть Вы Один Чтобы вы Понимали Это Не отличить От Оригинала Кстати Она Пришла С под Капоткой На Силиконе Прям С Японии Жирненькая Такая Все Ну Естественно Все Болтики Все Четко Вообще Практически Новый Автомобиль Кстати Смотрите Под Капотом Карпет Находится Прям Удивительно Да Как они Делают Под Капотом Карпет И Это Кажется Тачка Которая Карпетом Днище Отделано Ну Ка Посмотрим Да Реально Вот Она Карпетом Днище Визель У меня Жил Такой Правда Пробег Не 26 А 126 Был Вот Такой Это Сейчас Покажу Салон Автомобиля Ледовская Оптика Здесь Комплектация Это Икс Комплектация Иксовая Так Тут После Лаборатории Осталось Открыто Коврики Смотрите Стандартный Коврик На моем Визеле Такого Не было А вот Еще Идет По кругу Такая Окантовочка Вот Состояние Сидения Состояние Руля Адаптивный Круиз Контроль Здесь Ну Я уже Говорил Вариаторная Коробка Передач И Кстати Здесь Вот По этой Машине Небольшая Непонятка Такая Возникла Вот Мой Подписчик Михаил Перевел Как-то То ли Через Алиада То ли Как Аукционный Лист Ему Сказали Что Лампочка АБС Горит Ну Как бы Блин Неприятно Когда 26 тысяч Километров У тебя Лампочка АБС Горит Вот Мои Переводчики Соответственно Мои Партнеры Из Японии Два раза Переспрашивал Ничего Про лампочку Вообще Нет Ничего Вот В итоге Забрал Горела Лампочка Открытого Капота Горела Лампочка Отсутствие Топлива Как всегда Вообще Ни одной Палочки Не было А так Вот Смотрите Никакие Лампочки Не горят Пробег Фиксируем 25 723 15 градусов За бортом Порты Судоходная Движуха Все это Вот здесь Все рядом А так В принципе Ребят Кто смотрел Обзор На мой Везель На мой Хонда Везель Вот Идентичная Машина По комплектации Единственное У меня был На роботе Этот на вариаторе То есть Отличия небольшие Вот по задним стопакам Ну естественно Трансмиссия Другая Вот А и кстати Кстати Вот еще Отличие У меня Вот здесь Да Вот Ну то есть На роботе Она вот такая Ручка Да Красивая Маленькая Да Соответственно На вариаторе Такая Более Олдскульная Ручка И Здесь у меня Был глянец Но и он Сразу скажу Подвержен Здесь Ну вот все Вот даже я Вот здесь Положил вещи Кто-то сюда Прям ложит Вот Подвержено Все это Царапинам Сразу скажу Вот и когда Вот здесь Глянцевая Панель То есть Вот такая Такой же Глянец Как здесь Допустим Да Здесь его Никто не трогает А здесь Постоянно Какое-то Взаимодействие Происходит Ну вот Это Тоже Особенность Такая Обдув Такой Максимальный Короче По системе Канольма Каноль продакшн Тачка Одобрена Ребят Ну а сейчас Я тут Мимо проходил Смотрите Наткнулся На музей Называется Россия Моя история Находится В центре Владика На улице Гоголя Я думаю Стоит Посмотреть Наткнулся Ребята 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 Корректор Т�ц Смотрит Вежливые просторы Гумбрии и Горы, пройденные газовые и нефтяные магистрали, вытянулись современные транснациональные шоссе. За Диевых страны Востока везли хлеб, железо, сырец, амбру, маршрутую глость, изделия из пепелок божий, корабельные комнаты, амбру и желе. Была освоена огромная территория. Во многом благодаря этому круговому маршруту, давшему стране мощнейший экономический научок, время правления Юриковичей называют временем собирания земель. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я, если честно, просто на обед попал, чтобы не сидеть, просто тупо не ждать. Хотел погулять, посидеть где-нибудь, подышать свежим воздухом, но вот в музее посетил. Видите, Владивосток удивляет на каждом шагу. Всем советую, я обязательно сюда приеду как-нибудь, когда будет побольше времени, все это почитать, посмотреть. Везде там эти кинопроекторы, все сенсорное, все двигается, крутится, плавает. Блин, красотища! Ребята, очередной эпизод приморской движухи по машинам. Смотрите, вот такой вот такие кар для моего подписчика Алексея, приехал из Японии. Смотрите, Honda Live Diva. Видите, Diva прям удивительный. Вот с пацанским тюнингом. В Японии любят вот так делать, то есть они откручивают дворник, прилепляют какую-нибудь штуку или вообще ничего не прилепляют, и все, и сразу ты в касте других людей находишься. Хочу обратить сразу внимание на эту Honda, на скобы и на состояние по ржавчине. Я охренел, если честно, в каком она состоянии, эта Honda. По срокам получилось больше уже месяца. Вот какие-то машины месяц, какие-то больше месяца. Говорю сразу, как есть, оперативную обстановку, ситуацию, как все происходит. Получается, эта машина один месяц и 10 дней ехала. Вот. И произошел инцидент, то есть на аукционных фотках была вот эта сабля. Вот это, видите, не хватает элемента. На фотках, которые с погрузки уже с Ярда, ее уже не было. Что случилось, что-то тряслось, вообще непонятно. Вот. Ну, это один минус. Есть еще один минус. Ну, как бы, ребят, показываю все как есть. Тут ни розовых пони не бегает, знаете. Резина Якогама жирная, 19-го года. Колеса очень жирные. Вот. Второй минус у нас вот здесь находится. Ключ. Ну, это тоже на фотках уже было, то есть с погрузки. Ключ только такой, только вот такой огрызочек. Вот. Но радует то, что на этом минусы все, кончаются. Взводим машину в боевое положение. Потому что кейкар от Хонда должен быть всегда заряженным. Бесключевой доступ у нас есть, кстати. Что там этим с рядом с задним? Вот тут почему они так сделали, а? Вот это зря они сделали тоже, как бы, такой, ну, минус именно этой модели автомобиля. Потому что, когда ездит задний ряд, это намного удобнее. На кейкарах это вообще просто небо и земля. Смотрим, как сделано. Подстаканничек. Стекло здесь такое, знаете, прозрачное. Стеклоподъемник. Здесь под хром. Лухари-лухари, как говорится. Ручка есть. Ручка, кстати, как на... Прям на прадиках, наверное. С той стороны вон тоже ручка есть. Потолок на месте. Сзади свет, спереди свет. Также поворотники на зеркалах, шильдик Дива. Несмотря на то, что пробег 150К у машины, шершавейший руль, климат-контроль имеется. Вот камера заднего вида. Сейчас надо запустить машинку. Вот, видите, 148 тысяч пробег. Тахометр тоже, кстати, это такой, как бы, роскошь на кейкарах. Вот, смотрите, камера заднего вида. В бардачке вообще пусто. Вообще до единой бумажки ничего нету. Ни аукционника, ничего. Вот, пожалуйста, подкапотное пространство. Ну, тут понятно, все болты не кручены. Она с хондовского аукциона строгого приехала. Ну-ка, фары включим. В фарах у нас ксенончик. Туманочки присутствуют. По дизайну здесь она тоже сделана так интересно. То есть вот лакированный материал. Здесь, кстати, крючки. Раз крючок. Два крючок есть. Это пепельница, ё-моё. А, не, подожди, не пепельница. Наоборот, написано. Запрещена пепельница. Понятно. Розетка. Здесь бардачок. Электрозеркала. Ну, то есть хром присутствует. Нормально. Это такой класс автомобиля. Как бы хороший. Стекла все оригинал. Хонда. Получается 3,5 балла она. Хондовский аукцион. Алексею, моему подписчику, она обошлась. За все про все, за всеми пирогами. Где-то 430 тысяч рублей. Я, посмотрев на своего подписчика, тоже себе такую заказал. Тоже жду. KKR Honda Live. Надеюсь, она такая же будет. Не ржавая, канолевая. Прям все беленькая, чистенькая. Но здесь, по сути, да, с капотиком порешать вопрос. И все. И можно по магазинам. На ходу вот как Хондочка едет. По Эгершельде тут. Шуршим потихонечку. Люди гуляют. Конечно, не гонка, да, не болит гоночный. Но едет достаточно приятно. Особенно учитывая весь комфорт, да, и цену. Ну, блин. Это не Хонда Лайф. Это Хонда Лайфхак, ребята. Смотрите, вон. Морская движуха. Порты, контейнера. Ой, ё-моё. Так там вон праздник какой-то это. Автомобильный. Блин, надо туда идти срочно. Смотрите, какая движуха, ребята. Это площадь бортов за независимость. Ё-моё. Вот это я удачно залетел. Значит, вкратце. Здесь лодки. Здесь свежак какой-то стоит. Музыка играет. Это новые машины, я так понимаю. Всяческие. Но там поинтереснее сейчас будет. Смотрите, Марк 2 какой черный, да? На амурских номерах. Интересно, это заводская вообще комплектация? Ну и вот рядом роскошный Chevrolet Cobalt. Просто шикарнейший. Сезон фонтанов уже вовсю. Скорость не превышаем. Скорость не превышаем. Потихонечку ходим, смотрим. Космич. Космич. Вон Волга стоит. Тут еще. Слушайте, семерки, они до сих пор, по-моему, такие популярные тачки. Копейки еще недавно даже были. Ну как недавно, лет 15 назад. Сейчас уже все, раритет. Капендос. Зюзик 1968 тоже уже раритет. Ну, кстати. Катался кто-нибудь на таком зюзике? Вон на ковшах. На ковшах и на ковре. Шикарно. Блин, что за выставка? Я что-то пропустил. Надо было мне на своем кабрюле сюда заезжать. Тоже интересная тачка, я думаю. Вот так на улицах ее прям все вокруг нее ходят. Ну, вот такие вот здесь морковники полицейские ездят. Тоже в диковинку, в принципе. И причем немало их. В потоке вон, конечно, да, дико они смотрятся. Здесь, ребята, во Владивостоке маленькая Япония просто. Все, смотрите, правый руль, правый руль. Даже Audi и Volkswagen, и все, правый руль. Ну вот, ребята, и подошел к концу этот топовый видос для вас. Кратко показал вам, как прошла моя неделя во Владивостоке. Ну, блин, по погоде тут, конечно, тут надо с собой иметь и куртку, и майку, и шорты, и ватники желательно. Погода в течение дня меняется реально просто. В течение часа, наверное, может измениться. И даже в одно и то же время может меняться. То есть в разных частях города по-разному. Новая эра у нас, она только начинается. Скоро будет еще много тачек. Будет моря, океаны. Все буду вам показывать, рассказывать. Ну, собственно, как всегда. В июне, в июле планирую перегон. Пока не знаю еще, какую машину я погоню. То ли свою какую-то перегнать. То ли, не знаю, подписчика машину перегнать. Но я думаю, просто перелет на самолете в Новосибирске, это будет просто преступлением с моей стороны. Ну, если я когда полечу за детьми, чтобы детей сюда перевезти уже, когда здесь будет жара, так сказать, купальный сезон. По-любому надо будет устроить перегон. На недельку вырваться из Владика, с портов, с СВХ, с таможней. Ну, и посмотреть еще, как страна изменилась. И что, как сколько сметана стоит на трассе там. Может быть, где-то солянка подешевела. Может, наконец-то где-нибудь медведя на ночевке встречу в каком-нибудь темном лесу, в которых я люблю отдыхать на перегонах. Короче, ребят, кто забыл про лайк, не надо забывать никогда. Никогда не нужно забывать про подписку на канал, про колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах. Потому что стримы в последнее время я так спонтанно провожу, где-то что-то как-то захотелось. Если времечко появилось, свободный часик, другой, хоп, запустились. Чтобы уведомление приходило мгновенно, обязательно делайте все эти действия. Также пишите комментарии, свое мнение, свои планы. Я уверен, что как минимум половина из посмотревших, из тех, кто смотрит мой блог летом, хотя бы раз планирует устроить автопутешествие через всю страну на какой-нибудь топовой японской тачке. Пишите свои планы, что, как вообще, какие мысли. По поводу сроков, машины, как видите, по-разному приходят. Некоторые чуть дольше, некоторые чуть быстрее. Не знаю, может, какой-то уже летний ажиотаж начинается. Но вроде пока предпосылок нет, потому что не хотелось бы. Прошлым летом, помните, это была жесть. То есть доставка вырастала до трех месяцев, до четырех месяцев. Ну, блин, вообще такие сроки, они не приветствуются в наших кругах. Сами понимаете, охота хотя бы в месяц, это я считаю, адекватно. Вроде до Японии тут судно идет, чтобы вы понимали, судно идет три дня с Японии. Вот дата выхода там шестое, дата прихода девятое. Но также надо понимать, ребят, что до порта в Японии еще нужно добраться. Там тоже много разных регионов. Ну, как у нас, допустим, да, я из Новосибирска. В Новосибирск мне, допустим, ехать несколько дней, ну, допустим, пять дней. Кто-то из Анапы, ему там в два раза больше ехать. Та же самая история получается из Японии. То есть машинам разный путь до порта в Японии нужно преодолевать. Разными методами, разными способами. Также автовозы, жесткие сцепки, контейнера. Шучу, шучу. Я думаю, вряд ли там на жестких сцепках ездят в Японии. Кстати, может, кто смотрит японский YouTube, есть там такая практика перегонов. Ну и как всегда, ребят, всем огромное спасибо, кто досмотрел этот видош до конца. Всех был рад видеть. До новых скорых встреч на канале Roman Go. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова